Это первый гибридный кроссовер от Opel и суммарная мощность всех его моторов, которых здесь три, составляет 300 лошадиных сил, и сейчас мы расскажем все подробно. Получив доступ к самым новым разработкам концерна Peugeot Citroёn после покупки им Opel, немецкие инженеры ринулись вовсю внедрять их в новый модельный ряд, презентуя модель за моделью. И появление гибридных версий было вполне ожидаемо. В итоге перед нами первый Opel, построенный на гибридной платформе Peugeot, с максимальной среди всех моделей бренда мощностью, возможностью заряжаться от розетки, ездить на чистой электротяге и в передачу с полным приводом. Многие из вас сейчас заметят, да ведь Грандленд и так своего рода аналог французского Peugeot 3008, и да, отчасти это так, но назвать его точной копией, как, к примеру, Zafiro Life, нельзя. У Opel свой дизайн, свой интерьер и, в конце концов, свои настройки управляемости с учетом предпочтений немецкого покупателя. И поскольку бренд Opel теперь снова полноценно представлен в Украине, мы решили уделить новинке отдельное внимание. Как видите, внешне Грандленд с гибридной силовой установкой от своих простых аналогов отличается черным капотом. И первое, что меня интересовало, это все-таки покраска или пленка. Нет, все-таки это полноценная покраска, и, знаете, если к черным контрастным крышам у европейских автомобилей мы уже привыкли, то черный капот с завода – это что-то новое. Интересно, что гибридный Opel, в отличие от Peugeot, был сразу же представлен в полноприводном исполнении. Вращают передние и задние колеса здесь два отдельных электромотора мощностью по 109 сил каждый, плюс бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра и мощностью 200 лошадей. В итоге все эти три мотора передают на колеса не меньше 300 лошадиных сил, и такой Грандленд должен, по обещаниям производителя, разгоняться до сотни не больше, чем за 6,5 секунд, а для сравнения это даже быстрее, чем текущая Octavia RS. Но, как говорят сами французы, главная задача этого автомобиля все же – экономить топливо. По их заявлениям, на 100 километров такой Opel будет потреблять чуть больше 2 литров. Но мы-то с вами понимаем, что это только в том случае, если вы дома от домашней розетки зарядите эту 13-киловатт-часовую батарею полностью, и для этого понадобится где-то около 2 часов, но в итоге вы получите запас хода почти в 50 километров на чистой электрической тяге. То есть да, если заряжаться дома и не продавливать педаль, то на небольшие расстояния можно ездить фактически на чистом электрическом ходу. При этом заводить ДВС не придется даже для поддержания температуры в салоне. Печка здесь полностью электрическая. Внутри же этот гибридный Opel практически не отличается от той машины, которая была у нас на тесте в Киеве, но разве что топовой комплектацией и вот этим вот рычагом коробки передач, ну условно джойстиком, точно таким же, как в Peugeot последних моделей. Кроме этого, здесь добавился выбор режима въезда, Drive Mode, и прямо на экране мы можем увидеть, что мы вставим. Либо это Sport, либо Hybrid, либо Electric, который позволяет ехать с полностью отключенным ДВС. Вот салон из кожи или, наверное, все-таки это кожзам, контрастный, приятный экран. В общем-то, реагирует он точно так же, как в той машине, с которой мы уже знакомились. И, кстати, тест-драйв Grand Land X вы можете посмотреть на нашем канале. Ссылка будет вот здесь вот в уголочке. Ну, давайте я еще, наверное, все-таки сяду сзади. Может быть, там батарея каким-то образом ограничивает пространство. Но для начала подстроим под себя кресло. Электрорегулировки, достаточно широкий угол, скажем так, диапазон настроек. И что мне очень нравится, вот это вот удлинение подушки в топовых креслах, которое с моим ростом позволяет здесь очень даже нормально усесться. Да, здесь, конечно, тесновато. Ну, в общем-то, это класс, который мы уже видели, и все это мы представляли. И где-то приблизительно в этом месте находится как раз вот эта вот 13-киловатт-часовая батарея. Но я ее не ощущаю. То есть на пространство внутри автомобиля ее присутствие никак не повлияло. Но еще не вечер. Надо же глянуть, что там в багажнике. И чуть не забыли. Премиальная опция. Шторка на заднем ряду. Что-то мне подсказывает, что мы можем его не открыть. Нет? Еще раз нет. А, вот кнопка. Есть. Найдена. Ярик, а что ты мне подсказываешь? Ты же машину тестировал. И здесь нету батареи. А, нет, есть. То есть, в общем-то, вот чем отличается по практичности гибридная версия. У вас нету поддона, нету, как бы, ничего под фальшполом. И конкретно я говорю, конечно же, о запаске. Хотя, видите, небольшой органайзер все же поместился. В общем-то, я так понимаю, что всю эту площадь и занимает батарея, судя по проводам, идущим туда. И, кстати, здесь же у нас 12-ти вольтовый аккумулятор для питания бортовой сети. А, видите, можно все-таки открывать ногами вот этими движениями, но для этого в кармане все-таки должен быть ключ. То есть, впихнули они все, что посчитали возможным, да, в эту топовую комплектацию. Но разве что нужно понимать, что теперь вот в этом портфеле Peugeot Citroen, Opel, это, конечно же, не самый топовый бренд. И некоторые вещи они оставляют для марки DS. Ну, а теперь вас, конечно же, интересует, сколько попросят за этот по-настоящему быстрый и самый быстрый на сегодня Opel. Но ответить я, к сожалению, не смогу. Украинский импортер четко изъявил желание добиться поставок этого автомобиля на наш рынок. Но все это пока не точно, все это пока предварительно. Кстати, если вам не безразличен бренд Opel, то это не единственная его новинка во Франкфурте. И вы уже сейчас можете искать на нашем канале видеообзоры новой Astro, новой Corsi и новой Zafira Live. И подписаться не забудьте, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok